Доброе утро! Да, согласно документу, подготовленному Ассоциацией благополучия животных, численность бездомных животных в нашей стране составляет от 600 до 700 тысяч. Тысяч! Цифра просто какая-то огроменная. Но у нас есть с вами возможность, может быть, не в таком огромном масштабе решить эту проблему, но повлиять на судьбу одного конкретного животного. Огромный путь начинается с маленького шажка. Сегодня у нас маленький шажочек, такой коричневенький слегка. Мальчик, надо отметить, и зовут прекрасно. Патрик, он зевнул, да, правильно, все. Ну, а девушки, которые этого Патрика сегодня привели, вам уже и всем известны, Анна Вайман и Надежда Леушина. Девушки, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Патрик потрясающий. Кого-то нашел. Да, кого-то он там уже посмотрел. Конечно. Расскажите нам про это с Собакин. Ну, попал он к нам не так давно, и, к сожалению, он был выкинут на улицу. Он был подобран ребятами неравнодушными, просто вот прибился к молодой паре. А у девушки жуткая аллергия, то есть она звонила уже вся в слезах, ехала в больницу, и она говорит, нет вариантов, и на улицу его выкидывать некуда. Ну, как бы невозможно. И оставить не могу, потому что действительно она ехала прямо, говорит, задыхаюсь. У нас большая проблема. Сейчас такая ситуация, что выкидывают сплошь и просто в каких-то нереальных количествах гораздо больше, чем когда-либо. Непонятно, по каким причинам. Но, в общем, у нас места все заняты, и мы, конечно, долго думали, куда же Патрика определить. Это еще так экстренно. То есть это всегда очень большая проблема найти место. Но вот так как он компактный, вы видите, что он небольшой, и парень абсолютно беспроблемный. Он бывший домашний, по нему прямо сразу видно. Он на диванчике, в клубочек сложится. Ему самое главное быть рядом с человеком. И мы, сейчас он не на квартирной передержке. Он живет в теплом, но в вольере. И ему очень не хватает внимания. И смысловато, конечно, после квартиры и диванчика в вольер. Да, что ты меня трогаешь. И он очень, видите, он сразу же вас не зная прильнул. И вот... Такой он прямо, знаете, вот, вижу его буквально пару минут. Но мы уже настоящие друзья. Он очень трогательный, да. Он уже урчит, хоть не кошка, но что-то издает прям какие-то звуки. А сколько ему примерно по возрасту? От пяти до шести лет что-то в этом роде. То есть серьезный уже уравновешенный пиос? Ну, он среднего возраста, да, мальчишка. Мы его вакцинировали сразу, скоро будем кастрировать, потому что нам не нужно потомство. Никому оно не нужно, ни нам, ни людям. Вот вопрос сразу же. Как изменяется биология у животных, когда происходит кастрация? Да, это вынуждено, как бы, понятно, что репродуктивные все процессы, они прекращены. Но вот дальше. Особое ли питание здесь? Я задаю вопросы, наверное, тех телезрителей, которые... Ну да, обычные люди, которые с этим не сталкивались. Не сталкивались, конечно. Патрик... Ой, Патрик. Любая собака, любой животное, кошка, кот, после кастрации, стерилизации только вот большие плюсы. Потому что если никто не планирует потомство иметь от данных животных, это очень хорошо для здоровья. Потому что, во-первых, половые инфекции, они точно так же передаются, как и у людей, если бесконтрольное размножение будет. Во-вторых, гормональный фон успокаивается. Они становятся поспокойнее, они становятся повыдержаннее. И мы избегаем риска раковых заболеваний. Даже так? Да. Поэтому стерилизуйте. Мы всех прям просим, пожалуйста, если ваше животное не выставляется, не племенной, стерилизуйте своих кошек и собак. Потому что нет-нет, да и вот принесут какой-нибудь щенков или котя. Надежда, хочется вот к вам обратиться. Расскажите, вот может быть, что-то такое душевное, очень теплое про Патрика. Раз вы его курируете, возможно, вы узнали что-то про характер такое, что наши телезрители влюбят в себя, да, и кто-то поймет, что вот Патрик – это та собака, которую он искал всю жизнь. Он очень душевный, как вы только что сказали. Он абсолютно, мы пока не знаем, как он к кошкам относится, но ко всем собакам, к людям, к детям он прямо вообще тянется. То есть я добрее, наверное, вот не встречала, которого именно нашли, подобрали, которого выбросили. Давай знакомимся теперь. Очень интересно. Ну давай, вот смотри, видишь, сразу же контактный абсолютно. Он доверяет, и совершенно не знаком. На улице он мог бы попасть в очень плохую ситуацию. Вот такие собаки, они, которые тянутся к людям и просят у них защиты, зачастую наталкиваются на людей агрессивных и не очень с хорошими намерениями. И вот мы поэтому только из этих соображений, что парень не выживет. Бывшие домашние очень сложно на улице им не выжить. Поэтому мы делаем приоритеты, приходится выбирать, помогать вот таким животным или каким-то еще другим. Обязательно присмотритесь к Патрику. Это точно 100% компонент. Он дает лапу. Вастом за... Он слышит, говорят про него. Ну, конечно, все сейчас продемонстрируют. У нас еще есть миссия, кроме того, чтобы найти хозяина Патрику, еще помочь, ну, как минимум сократить, может быть, количество бездомных. Это такое, да, большое будущее, сверхзадача. Но тем не менее, вот ваш совет людям, которые встретили животное на улице, что им нужно делать? Какой-то есть алгоритм правильных действий? Потому что многие люди добры и хотят помочь. Можете рассказать? Да, но алгоритм... Самый идеальный вариант – это, конечно же, взять себе на передержку. Вот как сделали, на самом деле, ребята, которые нашли Патрика, но вот из-за аллергии не смогли дальше содержать. Это идеальный вариант, потому что, повторюсь, у нас нет мест, у нас все заполонено. Алгоритм такой. Если вы сможете взять, необходимо сразу же показать, общий осмотр какой-то, да, сделать у ветеринара. Потому что вот у Патрика была срезана подушечка на лапе, он не давался смотреть. Ребята даже не поняли, что с лапой говорить. Ой, хромает, что-то, наверное, повреждено. Не так страшно. Необходимо, конечно, обратиться в сеть интернет и сразу же сфотографировать животное и разместить по всем возможным пабликам. Возможно, его кто-то ищет. Я правильно понимаю, что можно как бы так реализовать собаку, простите за такое словосочетание, самим, самостоятельно, да? Нужно, честное слово, потому что мы не можем. Вот, конечно, я понимаю, что не все люди готовы взять. У кого-то свои животные не приняли. А вот аллергия. Да, у кого-то аллергия. Но, естественно, мы всегда, если не можем взять, мы информационную поддержку всегда оказываем. Поэтому сразу фото, коротенькое видео и к нам на WhatsApp, где нашли фото. Спасибо огромное за вашу работу, за такую возможность, да, за то, что сегодня привели вот это очаровательное, доброе существо. И теперь у нас есть новый друг. Знакомьтесь, это Патрик. Вот ведь влюбилась. Ай, девчонка, ветвина. Все, блин. Надежда, Анна, спасибо еще раз вам огромное. Хорошего дня. Побыстрее всех пристроить. Спасибо. В нужные руки, правильно.